Золотым воротам. Это в древности были самые главные ворота, был парадный вход в наш город. Это самые большие, мощные ворота, которые вот называют Золотыми. И сегодня называется станция, получив название, благодаря этим воротам. Собственно, говоря почему, такое название пошло, наверное, возникают Золотые. Иснует несколько версий. Одна из них, потому что именно над этими воротами когда-то была церковь Благовещения. И когда подъезжали сдалеку, вот был солнечный день, хорошая погода, церковь эта куполь блестел. Возможно, прошла от этого. Также эти ворота основал киевский князь Ярослав Мудрый. И вот он хотел, знаете, он очень любил Византию, и хотел вот такой уголочек, как бы страны, построить вот у нас в Киеве. И вот, знаете, вот эти ворота, все, Софийский собор, даже другие церкви, которые, к сожалению, не сохранились в нашем городе. Но все напоминало Византию. И вот, знаете, именно такие, возможно, аналогия вот с Золотыми воротами Царгорода, выше Византия. Где тоже были такие вот ворота. И, знаете, поскольку тут была церковь Благовещен, то считалось, что в эти ворота нужно въезжать только с хорошими, благими новостями. С плохими сюда нельзя было входить, в эти ворота. Ну, а мы, собственно, сейчас с вами продолжим наш маршрут. Но я еще скажу, что вот эти ворота, они в таком направлении, который вы видите. Почему? Это такой, так званый, дипломатический жест. Они, как бы, показывают направление. Ну, а сейчас мы с вами уже постепенно покидаем границу бывшего объекта нашего города. И идем уже в более частную часть. Условно, это начало уже 20-го века. Давайте пройдемте дальше. Дальше.